Вековой юбилей. В этом году в Театре юного зрителя будут праздновать 100 лет со дня открытия. Его история драматична, как и любой их спектакль. Например, новое здание, в котором сейчас расположился театр, поставило своеобразный рекорд. Его возводили четверть века. Дошло даже до того, что деньги на завершение строительства собирали всем миром. Павел Фитилёв вспомнил грандиозную культурную стройку и узнал, как живётся артистам сейчас. Дорогой камень на входе, качественные работы внутри и снаружи. Так заканчивалась история главного долгостроя Саратова. Новое здание Тюза возводили 25 лет. За четверть века проект успел несколько раз измениться и пережил шесть региональных руководителей. Сначала секретарей обкома, а потом и губернаторов. Изменилась ситуация только после вмешательства Владимира Путина. Помогло нам этот мягкий переход достаточно сделать в это здание на большую сцену. Вот это знаменитое письмо Вячеслава Викторовича Володина Владимиру Владимировичу Путину о выделении дополнительных средств на завершение этого строительства, на ввод этого здания целиком. Этот документ худрук Тюза хранит под стеклом на своём рабочем столе. Юрий Ашеров вспоминает, как вместе с творческим коллективом переехал в новые стены, как радовались и поражались объёмом. Зрительский зал вырос почти на 300 мест. Современное оборудование и освещение. Укомплектован саратовский Тюз был по последнему слову техники. Это было настолько круто, что я даже сейчас вам не передам тот восторг, который когда-то был от того, когда это всё включилось. Режиссёру и актёру Артёму Кузину выпала честь первым работать на большой сцене театра. Говорит, сначала было непривычно. Уже с шестого ряда все актёры на сцене казались маленькими. Другой свет – звук. Пришлось изучать технические возможности нового дома. Я тут как ребёнок, конечно. О, у меня вот это опускается, о, вот это поднимается. А вот тут вот штанкеты могут независимо друг от друга на разной скорости подниматься, опускаться. И не нужно ставить при этом монтировщика, который будет что-то поднимать. Это веселило. И как ребёнок я с этой новой игрушкой, конечно, здесь прыгал, допридумывал какие-то вещи здесь на месте, понимая технические возможности. Ждали завершения строительства театра не только артисты. Тюз был нужен и простому зрителю. В этом уверена Алла Андриянова. Когда подрастёт её ребёнок, она обязательно приведёт его в театр. Конечно, ждали. Да, очень ждались, на терпение. Очень понравилось новому тюзе. И сам зал очень интересный, и сами постановки, конечно, уже совершенно по-другому смотрятся, потому что и сцена новая, и аппаратура. Современный тюз — это новые и любимые спектакли практически каждый день. Уже сегодня саратовцев ждёт очередная премьера. На большой сцене дают спектакль «12 стульев». Все билеты проданы. Павел Фитилёв, Роман Шельдяев, «Саратов-24». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...